Возвращаемся уже в год 2023, потому что здесь юношеская футбольная лига 1, сезона 22-23, это турнир для команд до 19 лет, и третье на сегодня встреча Зенита и Динамо. Первая в UFL3 завершилась победой Динамо минимальной со счетом 1-0. Другая точка зрения. Будем смотреть этот матч, но сначала... Ох, ничего себе начало-то, а! Мяч и два в ворота не влетает! Вот это дебют. Зенит едва не открыл счет на первых же секундах сегодняшней встречи. Какой момент? Вставляет команду Сергей Яшин тот же самый главный тренер, что и у команды, выступающей в UFL2. Причем интересно, что ассистент его... Ну сейчас подбор за Динамо штрафной, уже опасный момент Динамо. Какое начало этой встречи? Артем Серебряков пробил из-за штрафной, и никто не помешал это сделать шестому номеру. Вот еще одна, кстати, обостряющая передача, после которой следует прострел. Подбор, удар, рикошет, вот сколько всего в одном моменте сплелось у нас. Еще один хороший шанс Зенита, а началось все с этой передачи из глубины поля. И Зенит еще раз подбирает мяч, и нарушение правил нет, арбитр рядом, удар, еще удар, опять мимо. Надо же, а, и как сейчас Зениту не везет, Денис Мушкарин пробил, мяч рядом с воротами прошел, считает... Четвертый угловой уже, посмотрите, еще 15 минут не прошло, опять опасно. Мяч остается в поле, еще один прострел, удар и все-таки гол. Ну, к этому все шло, к этому все шло, на 13-й минуте встречи Зенит открывает счет. И, естественно, эмоциональное празднование этого успеха. Ну, слишком уж динамцы к своим воротам прижимали, слишком много ошибок они на старте этой игры допускали. И мы видим самый быстрый гол в сегодняшнего игрового дня принес успех Зениту четвертый. Выигранная борьба, без нарушения правил. И вот Зенита уже уштрафной, и вот удар. Аплодисменты звучат с трибун, Никита Базилевский пробил, но мимо ворот. Пока нет смысла делать замены, все вроде бы достаточно хорошо складывается для Зенита. Вот еще одна атака. Ну что, будет прострел? Или удар? Удар в дальний! Ой! Мне кажется, вы знаете, тот случай, когда Тимур Иванов сам не ожидал, что он забьет гол. Так что так встал, и пауза такая возникла. Все смотрели, как мяч летит в дальний угол. Никто не ожидал, что он полетит в ворота. 2-0 Зенит. Ну вот, я говорил о том, что Зениту нужен второй мяч, и он случился. Неожиданный гол, в том числе и для Динамо, мне кажется. Никто не помешал Тимуру Иванову с прошлым матчем. А Йова выступала перед игрой с Динамо, как раз. А перед матчем со Спартаком Тату. Уж я даже не знаю, что Зенит еще придумает. Сейчас Иванов придумывает, он красивый гол придумывает. Он дубль оформляет. Вот тоже класс. Футболисты, конечно, забивать самые важные моменты, а? Когда его команде нужен этот успех. Дубль Тимура Иванова, пошла у него игра, и он не стесняется бить. Он попробовал пробить несколько минут назад, чуть-чуть не прошло. Сейчас получилось. Молодцом, 3-0. Он лучший бомбардир Зенита. А Зенит, ну, на расстоянии вытянутой руки уже приближается к золотым медалям Минушеской футбольной лиги 1. Давайте смотреть. Из глубины пас, во-первых, очень хороший, да? Максим Шичанин в воротах Зенита. Никита Базилевский 9-й, Алексей Барановский 10-й, Матвей Бордачев 4-й. Константин Войнков номер 11. И еще и пенальти у нас на старте второго тайма. Плюс ко всем бедам Динамо. Роман. Нет, тут без вариантов для вратаря. 4-0. Зенит 48-я минута. Не успел я даже состав, честно говоря, напомнить до конца. А-а-а. Да. В том сезоне 26-ти матчей Зенит одержал 15 побед. 7 ничьих, 4 поражения. 53-23. Ну и... Вьюфейл 2. Тогда Азианин стал чемпионом 5-0. Становится счет. Ну, можно вспомнить известную песню группы Чайф. Но мы этого делать, наверное, не будем. Константин Войнков. Дубль он оформил. Опять же, посмотрите. Симур Иванов дуплетом выстрелил за сколько минут? За 4 минуты. 2-го тайма, 1-го тайма. А Войнков выстрелил в Туры. Вот так успешно возглавляет петербургскую команду, что она завоевала, уже можно об этом говорить, золотые медали под его руководством. Он ведь карьеру начинал в петербургском Зените. Ох, какой удар! И будет 6-й гол. И будет 6-й гол. Ну, продолжение банкета. Зенит не собирается останавливаться в сегодняшней встрече, даже при таком крупном результате. в свою пользу. И еще один гол. Можно только посочувствовать Степану Дегтеву. Может быть, Севолода Левина имеет сейчас смысл выпустить. Но зачем мучить вратаря Динамовского, а? Ну, пока что еще один свежий игрок у Зенита. Никита Лузан. Кстати, он тоже очко футболиста Зенита забивает. В том числе и Никита Лузан. Вот интересно, что это касается как раз игроков, которые на замену вышли. Ну, так и хочется им тоже оставить свой след у этой футбольной истории. Понятно. Все все осознают прекрасно. Но, кстати, Барановского не меняет. Хочет, видимо, Евгений Зидин, чтобы Алексей забил. И Алексей зарабатывает 11-метровый. Нет. Вот видите, не гол. Здесь уже и Дегтев сыграл. Не удалось Барановскому все-таки забить, а? Специально Алексей отправился исполнять 11-метровый, чтобы тоже записать свою фамилию на табло. Не получилось. Имеет еще шансы на медали. Ну, и Зенит, выступающий в ЮФЛ-1 в 23 минутах от золота. Владислав Шапарев сейчас выйдет на поле вместо Константина Воинкова. Последнее действие Кости в этой встрече. Ох, и два хит-трик. Он покер не оформил, да? Покер бы мог он оформить. Сейчас, видите, как расстроен. Малко он в последнем туре, да, за Зенит? Четыре забил в Самаре. Мог ли Константин Воинков этот результат повторить? Нет. Но его работа еще продолжается. Как и работа футболистов на футбольном поле, как и работа Степана Дегтева в частности, да? И он свою команду от седьмого мяча пропущенного спасает. 24 удара у Зенита, 4 удара у Динамо. Вот тоже красноречивая статистика. В шесть раз даже больше, чем в шесть раз. Что третий пенальти будет у нас в этой игре. Да, третий тоже будет пенальти. Вот, видите? Чудес. Внимание. Ха, это второй пенальти, извините, не забивать. Ну, что ж такое-то? Причем... Прошу прощения. Причем, если в случае с... Ну, весеннюю часть практически безупречна. Команда Зизина провела. Ой, какой красивый гол. Все-таки седьмой мяч случился у нас в сегодняшней встрече. То, что не получилось с линией 11-метровой, удалось сейчас. Иван Алферов. Тоже поучаствовал. Вышедший на замену футболист. Забил гол. Это вот диктор по стадиону выигрывает 7-0 свой матч над Динамо. И, в общем, никаких сомнений в том, что в этом году команда Евгения Зизина сильнейшая в своем возрасте. Наверное, ни у кого эта игра не оставляет лишний раз. Вот какой красивый гол мог быть. Красивая эффектная комбинация была. И, видите, расстроен, конечно, тем, что не удалось забить Владислав Кузнецов. Была бы эффектная это удовольствие в кавычках для Динамо. 7-0. Зенит чемпион. Матвей Бордачев. Тьмур Иванов Дубль. Хет-3 Константина Военкова и гол Алферова. И можно праздновать.